Привет, интернет! Это мой первый ноутбук от Razer. Называется он Blade 15 Advanced. И к нему куча вопросов. Начнем с того, что это очень дорогой ноут. У нас в белом ветре он стоит 1 миллион 300 тысяч тенге, что примерно 2900 долларов, 219 тысяч рублей или 107 800 гривен. Если вы гонитесь за характеристиками, то сейчас вам сделаю больно. Работает он на Intel Core i7-12800H в связке с NVIDIA RTX 3060. Сегодня разберемся, за что просят такие деньги, как он справляется с играми, какие у него есть плюсы и минусы. Ну и вообще, в чем прикол Razer? Начнем с того, что Razer — это, во-первых, бренд. Из-под его крыла выходят и геймерские ПК, и ноутбуки, игровая периферия, аксессуары для смартфонов и даже умные очки. Их продукты никогда не были и не будут дешевыми. Но покупая себе Razer, вы получаете устройство классом выше, чем большинство геймерских устройств. Так что это не только переплата за бренд, но и переплата за качество. И это самое качество тут начинается прямо с коробки, внутри которой зарядник, а также еще одна тонкая коробочка. В ней лежит сам ноут, а также небольшой черный конверт. В нем тряпочка для протирки экрана, наклейки, письмо-благодарочка от SEO Razer, инструкция и открытка. Упаковано все в такую широкую пупырку, чтобы не повредить при транспортировке. Сам ноут выглядит строго, брутально, холодный черный алюминий впивается в руку острыми гранями, он довольно увесистый, выглядит стильно и дорого. Зеленый логотип на крышке чуть вдавлен в корпус и покрыт прозрачным пластиком. Он светится с зеленым и гармонирует с такими же зелеными USB-портами. Открываем крышку и, боже мой, это же самый натуральный MacBook, только на винде и игровой. Расположение динамиков и клавиатуры, да и сам дизайн ноута, очень похож на Mac. И это, по большому счету, альтернатива Mac для тех, кому не нравится Mac OS или кто хочет играть на ноуте в игры, и при этом иметь эргономику Mac'а. Большинство игровых ноутбуков — это большие толстые аппараты со светящимися элементами, с вычурным дизайном системы охлаждения. Razer же — это полная их противоположность. Всё строго, гладко, минималистично. Из разъёмов есть все необходимые порты, заряжается ноут от стокового зарядника на 230 Вт с проприетарным магнитным коннектором. По характеристикам имеем следующее. Процессор 14-ядерный Intel Core i7-12800H с частотой до 4,8 ГГц, видеокарта RTX 3060 на 6 ГБ, 16 ГБ оперативки DDR5, две плашки по 8, SSD M.2 на 1 ТБ, ну и беспроводные модули связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Главная фишка — это экран на 240 Гц, 15,6 дюймов с разрешением Quad HD. Он очень притягательный, качественный и с углами обзора очень близкими к идеальным. Под экстремальными углами можно заметить небольшие засветы на чёрном, но вы мне под каждым обзором сами пишите, что никто из вас под такими углами на экран не смотрит, хотя на мой взгляд наоборот никто не смотрит на экран прямо. В любом случае, экран тут кайфовый, и самое крутое, что он выдаёт 240 Гц даже от аккумуляторной батареи, а это большая редкость в среде ноутбуков на винде. И вот этот факт, что Razer Blade 15 — этот тонкий производительный не макбук, лежит в основе всего девайса, и работает он соответствующе. Но есть и огрехи. Поскольку этот ноут на винде и Razer не делали под конкретно эту модель никаких модификаций, то иногда он не выходит из спящего режима, открываешь крышку, а там просто чёрный экран. У меня было даже пару раз ощущение, что я его просто сломал, но нет. Нужно было просто нажать и долго удерживать кнопку питания, но тут скорее всего виновата винда. После распаковки 5-6 перезагрузок сопровождалось обновлением винды, и возможно дело было скорее в них. Ещё в спящем режиме бывают крутятся кулеры. Ноут не спит, положишь его в рюкзак, и по приезду домой понимаешь, что там духовка в рюкзаке. Закидываешь туда макарошку, курочку, 40 минут и готово. Также требуется отдельная установка русского языка. После активации Windows в системе по умолчанию стоит английский язык и регион Америка, из-за чего автоматическое время ставит для нас неверные значения. Аккумулятор тут на 80 Вт-часов, что довольно неплохо, но зарядки хватает часа на 4, может быть 5 часов просмотра фильмов на полной яркости, и при таком использовании Razer работает очень тихо. Кулеров вообще не слышно. Играть в игры от батареи можно, но нельзя. Зачем вам оно нужно? Потому что всё и так будет виснуть. И вот это самый главный парадокс игровых виндовых ноутбуков. С одной стороны, у тебя на руках девайс, который тянет большинство современных игр на высоких или даже на ультра настройках графики, но это делать он может только от розетки. Заниматься монтажом больших проектов без зарядки тоже некомфортно, превью начинает зависать, но что-нибудь простенькое идёт вообще без проблем. И вот всё, что я сейчас перечислил, это всё огрехи по большей части программные. Тут скорее виновата винда. Что же есть из минусов аппаратных? Самое главное, ноут греется. Тут продвинутая система охлаждения с испарительной камерой, тепловыми трубками и вот этим вот всем. Но в требовательных играх очень сильный нагрев ощущается прямо под дисплеем, вот тут на корпусе. После часа игры или монтажа больно держать палец, его обжигает. По ощущениям это место нагревается градусов до 70. Да, он работает тихо даже в пиковых нагрузках. Да, несмотря на нагрев, он вообще не троттлит. Кажется, ему вообще пофиг, он всегда выдаёт максимальный FPS. И да, нагревается всего одно место, и можно его не трогать, но это есть, и не сказать об этом я не могу. Razer весит прилично. 2 килограмма 10 грамм. Это, конечно, прибавляет уверенности в его надёжности, но иногда тебе надо перенести его в другое место, и вот сделать это одной рукой проблематично. Зато крышка открывается одним пальцем, ничего не нужно придерживать. Ну и последний недостаток — это звук. Видите вот эту наклейку? THX Special Audio. А это как бы говорит нам о том, что над звуком работали, и действительно, посмотрев обзоры, я понял, что он гораздо громче, чем предыдущие модели. И да, он громкий, но на этом всё. Низких частот практически нет, и, кстати, в наушниках есть какой-то странный эффект реверпирации. Я не нашёл, как его отключить. Вот, пожалуй, и все минусы, что я тут нашёл за две недели использования. Что же у нас по плюсам? Самое крутое, что корпус сделан из алюминия, он тактильно очень приятный. Цвет, конечно, чёрный, очень хорошо собирает отпечатки пальцев. Если я сейчас проведу рукой, то вы можете заметить, что это просто капец, но зато эти отпечатки, по крайней мере, легко стираются. Зато из-за использования металла сборка здесь на высшем уровне, никаких скрипов, люфтов. Вообще, складывается ощущение, что он просто сделан из цельного куска алюминия, просто выточили его. Тачпад хорош, большой размер, очень отзывчивый. Работать в фотошопе можно вообще без мышки, плюс он прикрыт стеклом, что делает его приятным тактильно. Конечно же, экран на 240 Гц невероятно плавный, с большим запасом яркости, имеет разрешение 2560 на 1440 точек. По цветопередаче он ничем не уступает эталонным экранам MacBook. Единственный его косяк это засветы, но мы с вами их уже обсудили. Клавиатура по ощущениям напоминает таковую в MacBook. Клавиши нажимаются с приятным щелчком, ход клавиш короткий, печатать одно удовольствие. Сами клавиши с RGB-подсветкой, свет от них мягкий, приятный, а паттерн подсветки можно настроить через фирменную утилиту Riser Synapse. Интересно, что тут можно выделить определенные клавиши и настроить их подсветку отдельно. К примеру, вот я выбрал Vast, задал им фиолетовые свечения, а всем остальным клавишам оставил такое вот зеленое. Выглядит атмосферно. Также из фирменного софта есть Riser Axon. В приложении собраны тематические обои, можно настроить, чтобы они менялись каждый час или каждый день в зависимости от вашего настроения. Есть анимированные обои, статические, все аккуратно разбито по категориям. Также тут есть и инфракрасная камера для распознавания лица. Срабатывает быстро и безошибочно, даже в темноте. И это самый большой плюс, потому что ты просто открыл крышку, начинаешь работать, не нужно никаких пин-кодов вводить, подпечатков пальцев, он сразу включился, сразу начинает работать. Далее, производительное железо. Здесь у нас уже не базовая версия, но и далеко не топовая. И при этом мощности Intel Core i7-12800H в паре с ноутбучной NVIDIA RTX 3060 хватает под любые задачи. Монтаж 4К-проектов в кодеке ProRest, цветокоррекции, эффектами, саунд-дизайном вообще легко, но только при питании от сети. Стоит отключить его от розетки, превью начинает сильно зависать и работать комфортно уже не получится. Плюс в играх вы получаете все современные технологии. Лучи, DLSS, рефлексы и вот это вот всё. Ну и самый большой плюс это быстрый M.2 накопитель. Локации в играх грузятся мгновенно, к тому же есть второй слот под M.2, так что при желании можно докинуть ещё один накопитель. Давайте тестировать игры. Atomic Heart в помещениях от 90 до 120 фпс, на открытых локациях от 45 до 60 фпс на самых максимальных настройках с включённым RTX. PUBG от 80 до 100 фпс на ультра-настройках графики в 2К. CSGO Также 2К на высоких доходит до 200 фпс. Apex Legends от 90 до 130 фпс на ультра-настройках графики в 2К. A Plug Tale Requiem Также 2К-разрешение, ультра-настройки графики с DLSS от 30 до 35 фпс. Если оставить эти же настройки, но разрешение снизить до Full HD, то получим уже 55-60 фпс. Ну и конечно же Cyberpunk. Ультра-настройки графики в 2К-разрешении и DLSS на авто получаем консольные 25-30 фпс. На высоких при том же разрешении от 35 до 45 фпс. Играть стоит в Full HD. На высоких без DLSS выходит от 50 до 60 фпс. Такое ощущение, что Cyberpunk не совсем оптимизирован, ведь на том же i7 и 3060, но на ПК мы получали фпс на порядок выше. Ну и вот вам на всякий случай бенчмарки. Geekbench, Crystal Disk Mark и 4Mark. Blade 15 это мой первый Razer. Когда он ко мне только шёл, я не ждал от ноутбука вообще ничего. Ну подумаешь, очередной игровой ноут на 3060 только с переплатой за бренд. По большей части это так, но MacBook это тоже переплата за бренд? Balenciaga, Ferrari, Dior в таком случае тоже переплата за бренд? Или всё-таки доплата за качество, эстетику и тактильные ощущения? Давайте эти споры мы оставим в комментариях. Что же касается моих личных впечатлений о нём, это огнище. Попользовавшись Razer'ом, я понял в чём прикол. Тут нет никаких компромиссов, ты просто получаешь супер стильный ноут заморочек с калибровкой экрана и прочего. Даже в самых тяжёлых играх он работает бесшумно. На его экране можно и поиграть, и поработать. Его производительности за глаза хватит на долгие годы. С ним ты притягиваешь взгляды окружающих, а работая за таким аппаратом проникаешься его эстетикой. Она будто передаётся проектам, которые ты делаешь. Razer это клёвая штука и очень грамотный инструмент. На этом, друзья, всё. Что вы думаете о Razer Blade 15? Как он вам по ощущениям? Понравился или нет? Купили бы вы себе такой или нет, пишите. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Ну а моё мнение вы уже слышали. Блин, ноут крутой, я бы себе такой обязательно купил. Заглядывайте в описание, там есть куча полезных ссылок. Ставьте лайки, прожимайте колокольчики. Ну и не забывайте про наши социальные сети, в том числе и особенно наш телеграм-канал. Покеда! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!